А нет все-таки вариантов найти какую-то защиту на государственном уровне, принять какие-то законы, защиту малого бизнеса, какие-то комитеты создать, которые будут рассматриваться оперативно, пока бизнес не разорвется? Категорически неверный посыл. Для себя нужно ответить на три главных вопроса. Государство – это кто? Государство – это что? И государство – это зачем? Потому что когда ты произносишь, все произносят государство – государство, они его осознанно, как малые дети, прячась в халат мамки, закрывают глаза, не боясь ответить себе, что государство – это всего лишь функция. И, соответственно, то, что мы имеем, это не совсем государство. Мы находимся в роды племенных взаимоотношениях, когда один из родов, используя функцию государства для своих родов и племен, создал систему, наиболее правильную для них. И, соответственно, когда ты говоришь, давайте попросим защиту у кого от кого, ворон ворону глаз не выклювет. А если мы рассматриваем государство как особую организацию политической власти, именно всего общества? Нет, нет всего общества. Какое все общество к этому не имеет отношения? В таком случае тогда это общество должно было бы иметь независимую возможность питаться. На сегодняшний день, если мы посмотрим, то независимым доходом обладает не более 5-6% населения. Это означает, что 94-95% населения, они не являются, скажем так, акторами в игре под названием исполнение государственных функций. Они наемники, физические наемники. Всего я это уже много раз приводил пример. Пофантазируем, отойдем в сторону и представим, что нами сегодня управляют розовые каннибалы. И у розовых каннибалов есть одна духовная скрепа. Духовная скрепа называется, что надо жрать людей. Какова вероятность, что... А теперь мы опускаемся в Россию, управляемую розовыми каннибалами с духовной скрепой, что надо жрать других людей. Какова вероятность, что розовые каннибалы будут 18-20 лет становиться у руля власти? Практически те самые 95%. Потому что всем наемникам, которые, как говорится, хоть раз откроют рот и скажут, что подождите, но мы же должны жрать каких-то плохих людей, а теперь мы уже жрем даже своих родственников, им скажут, так, ты в школу ходишь? Ходишь. Зарплату получаешь? Ты хочешь, чтобы зарплата в школе была хорошая? Значит, будешь жрать и будешь за нас голосовать. Ты в полицию ходишь? Ходишь. Палку имеешь? Палку имеешь. Зарплату хочешь, погоны новые хочешь, будешь, значит, жрать людей. Ты, значит, под ружьем стоишь, стоишь. И далее везде. То есть, когда нету альтернативного, и человек, когда понимает, что у него нету альтернативных источников дохода, и он не может перестроиться в какую-то вторую экономику, а ее нету. То есть, если мы не пофантазируем, а реально представим, что когда вояка уходит на пенсию, когда полицейский уходит на пенсию, или когда учитель уходит на пенсию, или его увольняют, или когда медсестра уходит на какую-то пенсию, то есть у них у всех нету, по сути дела, места работы, то есть нету источника альтернативных доходов. Все же бытие определяет сознание. Поэтому говорить о том, что там какая-то организационная форма, да нет ни этой организационной формы, у нас здесь и сейчас. Потому что у нас нету ни права частной собственности, ни права на частные доходы. То есть, ну, даже люди, которые наивно считают, что у них есть какая-то собственность, особенно по квартирам, пофантазируйте, вот представьте, что я плохой. Я вам взял и отключил канализацию. Через сколько вы мне отпишите ваше имущество? Я думаю, что там суток хватит, чтобы вы, потому что у вас пойдет дерьмо по трубам, вы через сутки отпишите, скажете, Дмитрий Валерьевич, я не хочу больше владеть тем, что я якобы владел. А у нас нету... Продолжение следует...